Я буду говорить вам о трезвом опьянении. Это, может быть, немножечко вас всех удивит и поразит, но это лейтмотив всех двух тысяч лет существования христианства. Все святые об этом говорят. И нам надо знать об этом. Что это такое за трезвое опьянение? И почему я заглавил так тему, что трезвое опьянение – как антипод пьянственной страсти. То есть, противоположность. Если мы достигаем этого состояния через воцерковление, через участие в литургической жизни, в приходской жизни, через молитву, через чтение Слова Божьего, тогда мы можем сподобиться ощутить то, и не просто ощутить, а прочувствовать и проникнуться этим состоянием, к которому все святые отцы всегда стремились. Вот это состояние божественной радости. Оно, конечно, вызывает чувство такое, как и какое испытали святые апостолы в день Пятидесятницы. Помните, что им сказали? Что вокруг-то люди стали, видели это чудо. Смотрели на апостола и говорят, что они напились сладкого вина. А это было середина дня. Напились сладкого вина. Они были трезвые, ум был их трезвый, но у них даже поведение изменилось. Да, такое действие Духа Святаго Божьего. Я вам последовательно раскрою эту тему, чтобы вы имели полное представление. И тогда мы с вами, конечно, поговорим о подробностях. Вы сможете мне задать вопросы, самые разные. Никаких ограничений нет, никаких запретных тем не существует. Я постараюсь, если в состоянии буду, может быть, и не смогу ответить на какие-то вопросы. Это не значит, что я не все знаю. Но то, что знаю, я с вами, так сказать, об этом поделюсь с радостью. Так что, ну что ж, мы уже помолились. Приступим тогда к изложению этой темы. Я, поскольку там будут цитаты достаточно такие большие, то я вынужден буду, конечно, их зачитывать. Что у меня не настолько, да, так сказать, совершенно память, чтобы я мог все это воспроизвести исключительно по памяти. Но и потом это святые отцы, их надо точно цитировать. Вот, так что давайте начнем разбираться в этой представленной вам теме. Я присяду, с вашего позволения. Да, мне сейчас здесь, я просто Apple пользуюсь уже многие годы. Мне надо увеличить на весь экран. Давайте. Там какая-то должна быть здесь. Это я увеличил. А, вот, все, спасибо. Все, дальше я разберусь. Не, не, я разберусь. Можете, конечно, там уберите это, если они вам мешают. Ну, видите, я от вас недалеко служу. Вот здесь написано, клирик храма Резоположения Господня до Донской улицы города Москвы. Вот, ну, я немножечко представлюсь, потому что не все меня знают. Вот, я начинал служить в Московской епархии в храме святителя Николая Мирликийский Чудотворца в селе Ромашково. Ну, вообще-то, не совсем точно. Я начинал в Чехове, там, вот, в 89-м году, в храме зачатия Праведной Анны. Вот, и там же меня уже теперешний епископ, уже митрополит Иосиф пригласил наркологический диспансер, читать там лекции. Это 89-й год еще был для людей, пристрастившихся к алкоголю и наркотикам. Но, на самом деле, я уже в это время работал в наркологическом диспансере, здесь недалеко, на Варшавском шоссе, был такой 11-й наркологический диспансер, и я дал в свое время согласие там вести группу людей, пристрастившихся к наркотикам и к табакокурению, я вел группы специальные. Сам я врач по образованию, начинал работать в кардиологическом центре у Евгения Ивановича Чаза, у нас в кардиологии, как вам известно, есть такие факторы риска, пять их существуют, которые способствуют тому развитию сердечно-сосудистых заболеваний. И на первом месте стоит какой фактор риска? Курение на первом месте, к табакокурению. Поэтому, когда я туда пришел, мне научный руководитель сразу говорит, будешь заниматься табакокурением. Я, конечно, возмущался, я хотел заниматься кардионеврозами, вот, такими темами интересными. А мне табакокурение, я, ну, что делать? Он говорит, сексуальный заказ, давай, давай. Ну, это и начал я, так сказать, этим заниматься. Там у нас целая группа была, и психологи, и такие ученые серьезные. Вот, медико-психологические виды помощи перед табакокурением. У меня был первый научный обзор, посвященный этой теме. Ну, а потом так случилось, что я был на встрече врача мира за предотвращение ядерной войны, вот, и Евгений Иванович меня послал туда встречать делегатов со всего мира, вот, и Владыка Ювеналей. Смотрю, идет Владык, прилетел из Нью-Йорка, Владыка Григорьева встречает, вот, а мы, я Владыка Ювеналей одно время и подьяконствовал, Владыка Григорьевна, мы дружились с ним, с семьей, с семьей, мы дружились, так вот, семья наша, вся семья дружила с Владыкой и Григорием, вот, и я при всех, никто не знал из моих коллег, подхожу под благословение, они и так все, в советское время же было, вот, удивились, вот, и мы что-то и разговаривали, я говорю, вот, Владыка, если бы сейчас вы сделали мне предложение прийти в церковь, я бы все оставил и уши, и пришел бы, вот, потому что когда-то мне делали после армии предложение, я говорю, нет, я стану все-таки врачом, хотя брат у меня был священник уже, вот, но тем не менее, и что вы думаете, Владыка через месяц мне звонит и говорит, ты не пошутил там в депутатском зале в Шереметьево? Я говорю, как, нет, очень серьезно все, ну и все с этого началось, я думал, что с медицины уже как-то так, вот, постольку-поскольку я буду связан, нет, меня сразу на всесоюзный съезд главных наркологов пригласили, ну а потом, вот тогда еще наш святейший патриарх возглавлял отдел межнецерковных связей, вот, он созвал такую конференцию международную, посвященную проблемам пьянства, вот, приехали лидеры анонимных алкоголиков из Соединенных Штатов Америки, епископы, там даже и священники, и светские люди, вот, все с этого началось, заключили договор с Минздравом Российской, СССР, вот, и вот, вот и все и пошло, и так вот это послушание за мной закрепилось, я, честно говоря, никаких не искал, там, выгод, об этом не думал, ну вот я это послушание выполняю до сих пор, а в Московской епархии 12 лет возглавлял медицинскую комиссию, вот, потом еще у меня храм, милости Божией удалось возвести, это храм Бусова, ну вот, может быть, кто-то знает, видел этот величественный храм с огромным культурно-просветительским центром, вот, а затем меня святейший патриарх Кирилл кооптировал куриер Москвы, я сам москвич, вот, храм Резоположения Господня Донской, где мой духовник рукополагался, а где святил Владыка Стефан, жил и служил, врач-невропатолог, вы знаете, наверное, Никитин выдающийся такой был архиерей Русской Православной Церкви, вообще это храм был, центральный храм Московской епархии, подмосковной, вот, ну вот так вот, видите, у меня предел Донской Божьей Матери был в Ромашковой, здесь улица Донская, Донской монастырь, у нас чтимые иконы Донской Божьей Матери, у Господа, как говорил праведный Алексей, хотел сказать, человек Божий Мечов, он человек Божий, что у Господа все свершается с математической точностью, так что все вот как есть, так вот и свершилось. Поэтому я теперь перед вами, вот, и хочу поделиться с вами вот этими наработками, поскольку я уже 30 лет там с лишним занимаюсь этими проблемами, да, кардиоцентрию был, это же надо же, помимо того, что я вот занимался такой разработкой, такой научной темы, как медико-психологические виды помощи при табакокурении, меня еще мой руководитель, профессор Зайцев, сделал своим заместителем, то есть он был председателем комиссии по борьбе с пьянством, это 85-й год, вот, 86-й, а меня сделал заместителем своим председателем, ну, как раз, знаете, всегда заместители всю эту работу делают, вот, так что в комиссии был Атьков, космонавт, он потом возглавлял отделение в кардиологическом центре, Акчурин, которым Ельцин оперировал, они в комиссии у нас были, ну вот, то есть, видите, вот эта тема, она все время вот в моем сознании, в сердце, в душе прорабатывается, я к ней возвращаюсь и так, и сяк, со всех сторон, вот, поэтому она выстрадана, вот, понимаете, вот, что такое выстрадана, вот, кто-то, вы знаете, что, когда что-то проходит через себя, вот, тогда ты к этому, ну, вырабатываешь такое особое отношение, вот, эта тема для меня действительно очень значима, и слава Богу, Господь вот сподобил, что так вот все свершилось, владыка тогда еще Солнечногорский архиепископом он был, Сергий Фомин, сейчас он митрополит Воронежский, он возглавлял отдел по социальным служения и благотворительности Московского патриархата, он к нам и привел наших коллег из Италии, это Дон Сильо Франко, священника, который просто мечтал, чтобы как можно больше итальянцев узнали о православии, он музей создал у себя в Тренте, посвященный митрополиту Никодиму Ротову, он создал иконописную мастерскую, в которой писали иконы, хор был у него там православный, и свои средства, свои средства, у него был отец промышленник, крупный, вернее, не промышленник, а фермер, там вот яблочная плантация в Северной Италии огромная, вот, и поэтому у него были средства, и он свои средства отдавал Святейшему Патриарху Алексию II, нам давал, как раз восстанавливал храм Ромашкова, вот, Владыке Сергию, дом восстановили, там как раз Владыке Сергию, рядом с, напротив Новоспасского монастыря, в общем, он был влюблен в православие, когда он стоял у меня на службе, у нас же дисциплинарный такой существует устав, неписанный, вот, он у меня в алтаре-то не мог молиться, он у меня остается не народа, первый, правда, и плакал, плакал, говорит, вот, когда-то так у нас все было едино, понимаете, страдают даже, вот, они, люди, которые видят, что они утратили, они переживают очень, вот, ну, это горечь, вот, как сейчас мы с вами тоже переживаем, вот, то, что происходит в мире, вот, такое состояние предраскола, может быть, уже и самого раскола в православном мире, это, конечно, беда, что-то звук пропал, по-моему, да? Как только я заговорил о расколе, звук пропал, все, да, так вот, мои дорогие, и вот так началась наша взаимосвязь, то есть, Дон Сирио Франк, он привез профессора Ренца де Стефани, это крупный психиатр из Северной Италии, а у них эта программа уже функционировала, а родоначальник этой программы не итальянец, вот, это Владимир Худолин, славянин, вот, который учился на кафедре, возглавлявшейся русскими психиатрами в Загребе, это было в Загребе, и вот в 64-м году он, у нас одинаковая была, в принципе, психиатрия, наркология, вот, Советский Союз, Югославия, в общем, все очень-очень похоже было, и он воспротивился вот тому стандарту, который существовал, ему хотелось, чтобы действительно люди, страдающие наркологическими такими вот расстройствами, они получали действенную помощь, и результаты были, потому что результатов, конечно, положительных было, ну, мало, вот, это явно совершенно, и у нас, и до сих пор, вот, чего-то не хватало, и он стал искал пути, он ознакомился с, поехал стажироваться в Англию, в Ирландию, ознакомился с только-только зарождавшимся таким учением о терапевтических сообществах Максвилла Джонсона, вот, он познакомился со социальными клубами Джошуа Бирера, вот, и когда уже вернулся в Югославию, он уже заведовал кафедрой наркологии, он реформировал всю систему, всю наркологическую систему, это было очень важно, конечно, ему это было непросто сделать, противников было много, вот, ну, все-таки он и должность имел, и власть соответствующую, вот, он мало-помалу стал реформировать, вот, создал в апреле месяце 1964 года первый семейный клуб трезвости, но он так не назывался у них, он назывался клуб леченых алкоголиков, вот, и до сих пор они в Хорватии, в Сербии, ну, в бывших странах, в бывшей Югославии клубы так и называются, клуб леченых алкоголиков. Мы, когда познакомились с этой программой, а мы познакомились через итальянцев с ней, вот, мы, я решил так, что все-таки это не соответствует медицинской нашей диантологии, вот, учения о долге медицинском, нельзя называть человека страдающего, там, скажем, туберкулезом, туберкулезником, там, шизофренией страдающий человек называть шизофреником, ну, вы понимаете, что это не просто некультурно, это и, конечно, недопустимо, поэтому я подумал, ну, как это мы будем, ну, страдает человек алкоголизм, почему обязательно его так вот стигматизировать, алкоголик там, я уж не говорю о каких-то других ситуациях, когда вообще это режет, не просто слух, а, ну, вы можете, так сказать, экстраполировать на другие наименования, отталкиваясь от названия болезни и поймете, что это действительно недопустимо, я назвал клуб семейным клубом трезвости, наши коллеги из-за рубежа, они, конечно, одобрили это, и я сейчас смотрю, вот, с кандидатских странах тоже стали называть семейным клубом трезвости, мне это очень радостно, вот, потому что суть, суть в том, что здесь присутствует семейный подход, это очень важно, мы с вами собираемся в церкви, это тоже семья, большая семья, вот, ну, это не полная идентичность, но, тем не менее, вот, наши семьи тоже, это как малая церковь, вот, вообще семья это то, что Господь дал человеку для того, чтобы была помощь в деле спасения, вот, кто такой, кто жена для мужа, прежде всего, не просто, так сказать, жена, которая должна родить, так сказать, воспроизвести род там, она, с точки зрения религиозной, прежде всего, конечно, помощница в деле спасения, вот, поэтому это очень важно понимать, некоторые даже не имеют детей, и что тогда, вот, а спасение это очень важно, когда в одно, супруг, вот это вот, они в одной упряжке, в одном тандеме идут, помогают друг другу, вот, это, это очень ценно, поэтому семейный подход в основе лежит более широкого наименование нашего движения, вот, зиждущегося на системном таком подходе, на биопсихо-социо-духовном подходе, что такое биопсихо-социо-духовное, это значит, мы не исключаем значимость тела, мы обращаемся к душе человеческой, для нас важно социальное окружение, и, конечно же, самое главное, дух человека, вот, то есть, все сферы захватываются, потому что, когда акцент делается только на одной сфере, скажем, физической, мы видим, что врачи помочь не могут, то есть, они частично это делают, и частично им это удается, но потом снова человечек опять возвращается в клинику, вот, промыли, откачали, так сказать, витаминизировали, пробыл несколько дней, а иногда же и дня не пробыл, сразу же срывается человек, вот, то есть, видите, не доходит, результата нет такого, который бы хотели получить, поэтому очень важно с человеком заниматься и в духовном плане, и в душевном, и, конечно, рассматривать его в окружении и семейном, и рабочем окружении, вот, это тоже важно, в любом окружении, вот, приходском, например, что очень важно. Еще несколько слов о том, что, как это все дальше развивалось, вот, сейчас семейный клуб отрезы во многих странах мира существует, вот, и на сегодняшний день вырисовываются три направления, вот, первое направление это в Югославии, вот, бывшей сербской, хорватской, сейчас, кстати, заведующий кафедрой наркологии, который возглавлял профессор Худолин, возглавляет Зоран Зоричич, профессор, он в этом году был избран генеральным президентом международной ассоциации семейного клуба трезвости, я их всех называю просто семейного трезвости, чтобы, так сказать, не путать вас там, клубов личных алкоголиков, вот, и у них какой подход, в основном, у них клубы ведут и профессионалы, и непрофессионалы, вот, то есть смешанный такой состав, в Италии, например, другое направление, там больше, меньше профессионалов, то есть они, ну, в процентном отношении, не знаю, там, процентов десять, в основном это люди, которые имеют некое такое призвание особое, они подготовлены все, естественно, они ведут эти клубы, вот, и это такие люди, которые имеют особое желание, вот, все это на добровольных началах, везде абсолютно это одинаково, вот, а у нас сейчас в нашей международной ассоциации это признали, нам это очень приятно, что у нас особое лицо российское, потому что наши клубы в основном при храмах, у них тоже есть при храмах очень мало, в основном при светских учреждениях различных, вот, а у нас при храмах, вот, так вот, поскольку церковь благословила, и церковь на это прежде всего откликается, светские, да, да, там, ну, говорят, о, как хорошо, как замечательно, но ничего не делают для этого, а церковь с самого начала открыла двери своих приходов для людей, вот, страждущих, и познакомила, и сейчас продолжает знакомить с этой замечательной программой, которая, повторяю, наиболее полно из всех существующих соответствует нашему православному духу, и вы это поймете, почему и как, вот, так что у нас сейчас, мы специально создали ассоциацию, вот, тоже свою, называется, межрегиональное общество, межрегиональное общество, ну, не общество, как оно, движение поддержки семейного клуба трезвости, моды СКТ, межрегиональное общественное движение поддержки семейного клуба трезвости, но оно стало правоприемницей Дома Милосердия, который изначально по благословению Лады Кевинали я создал в Ромашково, вот, сейчас уже эти клубы у нас, их много в Москве, в других регионах, вот, и в Новгороде, и в Сарове, и в Нижнем Новгороде я не имею в виду, в Владимирской области, в Калужской, вот, в Стерли-Тамаке, это Кабашкирия, там тоже уже два клуба, сейчас вот открывается на Дальнем Востоке, ну, в общем, слава Богу, вот так потихонечку, потихонечку мы доводим до сознания людей вот эту значимость этого подхода. Результаты сами за себя говорят, огромное количество людей, приобщившись вот к этому движению, они с Божьей помощью перестают употреблять психоактивные вещества самые разные, вот, продолжает свой путь в оцерковление. Очень важным моментом является то, что программа эта не предполагает лишь только отказ от употребления алкоголя, там, или наркотиков, других психоактивных веществ, она призывает человека к большему, к изменению образа жизни. То есть без изменения образа жизни мы не достигаем подлинного результата. Мало оббросить пить, надо стать лучше, красивее, добрее, любвеобильнее, надо стать воистину добрым христианином. Тогда это имеет смысл. Потому что, вы понимаете, я могу отказаться от употребления алкоголя и наркотиков, но при этом стать властолюбивым таким вот карьеристом, или впасть в блуд такой беспросветный, или картежником каким-нибудь, или где-то играть в игры бесконечно. То есть ничего не изменилось, просто страсти поменялись местами, а суть осталась одна и та же. Поэтому очень правильный подход изначально был сформулирован Владимиру Худолиным, как стремление к изменению образа жизни, чем, собственно говоря, и занимается церковь наша изначально. Вот что такое спасение? Это мы должны научиться жить по воле Божией, по заповедям Божьим. То есть по-другому, не как мы живем. Вот сегодня же вы слышали о званных и избранных. Надо, чтобы мы из числа званных перешли в число избранных. Так ведь, да? Это самое главное. Митрополит Филарет Московский, вернее Феофан Затворник, как говорил на этот счет, что вот еще тогда, за счет того, что в школах уже неправильно ориентировали детей в обществе, и так далее, все меньше и меньше становилось избранных. А Бог же прошло после этого сколько лет. И Он говорил, предвидел это, что будет все меньше и меньше. Но, с другой стороны, мы знаем слова Господа – не бойся, малое стадо словесных овец. Мы таковые же ведь, и дай Бог, чтобы мы в этом удержались все. И наоборот, даже смогли удержать и тех, кто рядом с нами, ближних своих. Поэтому, собственно говоря, для нас будет важно осознать, что же святые отцы говорили о трезвости. Одно только сразу скажу, как бы в преддверии вот этого выступления, что христианское отношение к вину четко и определено всеми святыми отцами, учением Церкви. Вино – это дар Божий. Когда вы слышите, что вино – это яд, не верьте этому. Обман – вино не яд, вино – дар Божий. И это вот все в один голос говорят святые отцы. Поэтому проблема у нас не в том, что есть вино, оно в основу Евхаристии берется, вы же понимаете, а в том, что мы живем невоздержанно. Поэтому мы из любого продукта можем сделать себе, так сказать, создать проблему. Сколько уж среди нас людей с избыточной массой веса. То есть чревоугодников. Почему? Потому что неправильно относимся к употреблению тоже даров Божьих. Так и вино. Как говорят апостольские правила, кто гнушается вином, мясом и браком, должен быть из Церкви извергнут, если не покаяться. Видите, как апостолы говорят, апостольские правила, должен быть извержен из Церкви. То есть гнушаться нельзя. Поэтому все эти подходы, которые основаны на обмане, что вино – это яд, они, конечно, неприемлемы. В первые века еще были такие движения, гидропричастники их называли, там тоже секта такая была, они не хотели даже причащать вино. Видите, это давно это идет, и это было осуждено Святой Церковью. Вот есть устав церковный, по церковному уставу позволительно употреблять вино во славу Божию. И как это Кирилл Равнопостольный описал, ему приписывается это сказание о хмельном питье, оно было в средневековой литературе, в свое время имело хождение, вот опубликовано оно в аналог средневековой литературы, там говорится так. Первая вина употреблялась во здраве, вторая – для веселья, третья приводила к пьянству, четвертая – к бесодержимости. Четко все прописано. Это, кстати, идет еще до Рождества Христова, уже было такое отношение, но невоздержанные люди не хотели ни с этим считаться, им давай-давай, они не могли остановиться. В результате пьянство широко стало распространяться, потому что невоздержание в целом приобрело колоссальный масштаб. Но при этом надо понимать, если человек жил невоздержанно, если он стал алкоголиком, то понятно, ему уже, конечно, непозволительно и той дозы небольшой, которую Святая Церковь благословляет в праздничные дни для верующих людей. – Ему вообще нельзя употреблять спиртное никакое, ни в каком виде, потому что он уже болен, болен и физически в том числе. Ну, как диабетик. Диабетика же не будет употреблять сахар, подагрик, нельзя мясо есть, как ограниченный белок, иначе у него будет развиваться болезнь, дичайшая боли и тому подобное. Аллергик, естественно, не будет употреблять тех продуктов, которые не вызывают удушья или человек, страдающий бронхиоленазмой. То есть здесь четко совершенно, раз человек жил невоздержанно, вот у него получается эпитемия на всю жизнь, пост на всю жизнь. То есть никакого спиртного он употреблять не может. Но это не значит, что вино – это яд. Есть специальный институт лечебницы, который занимается винотерапией, лечит вином, видите, как целую лечебницу. Поэтому как это говорить, что человек, который употребляет вино, вот потом все это, его мозги, клетки нервные – оказывается в канализации. Ничего себе, святые употребляли, вот сам Христос употреблял вино, и на Кане Галилейске был, и притворил воду в вино. Понимаете, какое-то заблуждение, какая-то страшная ересь. Поэтому мы, христиане, должны четко себе это представлять, не верить этому. Да потом, понимаете, когда человек, например, сталкивается уже в последующем с тем, что это ложь, раз его обманывали, его водили за нос, думали, что вот-вот, это яд. А вообще, попы все приобщают с младенчества к пьянству, потому что причащают. Понимаете, как? Ну, куда это годится? Вот поэтому, конечно, возникает разочарование, потому что тебя за нос водили. На самом деле, не так. Поэтому мы четко даже с вами должны представлять, что вино, во славу Божию, разрешается по уставу употреблять. И люди, у которых нет никакого предстрастия, вполне могут это делать. Церковь не возбраняет это. Но она и поощряет и другой, конечно, подвиг, когда человек во славу Божию дает обеты разные. Ну, монахи, вы знаете, особые обеты дают, а Амиринит тоже может дать обет трезвости. Пропадает периодический звук. Обет трезвости. Вот Анна, пророчица. Недавно мы праздновали ее память. Смотрите, как она. Она не пила вина и секеры, и она была бесплодной. Елкана, муж ее, чтобы продолжить род, вынужден был… Такой обычай был в древности и на Востоке, не только и у иудеев. Взять себе другую жену, Финана была вторая жена у него. Она ему рожала. Но он любил Анну, конечно. А Финана все время упрекала Анну, издевалась над ней. И вот однажды, после принесения жертвы, они, как обычно, всегда собирались на трапезе. И на этой трапезе употреблялось и мясо, и вино. Конечно, Анна отказалась есть. Илкана ее утешал. Он говорил, ну что ж, ты же знаешь, что я тебя люблю, что у нас и так вот сколько детей, не расстраивайся и так, ну что ж ты вот печалишься. Она встала из-за стола и пошла в скинье. Пришла в скинье и стала молиться. Долго молилась Богу. А священник даже увидел ее в таком состоянии, бормочет чего-то там. И говорит, ты иди протрезвись, священник, скажи сейчас вот так. Жалоба патриарху сразу. А та нет, она говорит, нет, господин мой, со смирением говорит, нет, господин мой, душа моя скорбит. Ну, хотелось ей, конечно, чадо. И молила она Бога об этом, чтобы Господь даровал ей сына. И она говорила, господи, он вина и секера не будет пить. Он будет назореем. И, конечно, Господь ей даровал сына. И кто это был? Самуил. Он действительно стал одним из последних судей израильских, пророком Божиим. Вина и секера он не пил. То есть, это особое состояние. Ну, кто, конечно, стремится к этому и получает на это благословение, церковное слава Богу. Это особая благодать. Поэтому, не значит, что если вино позволительно, что оно рекомендовано. То есть, вы должны это понимать и разбираться, да? То есть, вот, в принципе, ну, или возьмите Самсона, вот, то же самое, Самсон, Фина и секера не пил, Иоанн предтеча. Ну, многие, многие. Так что, вот, надо эти вещи понимать и различать. Очень важно. Вот теперь уже, как бы, на некой такой базе мы прикоснемся уже к теме трезвого опьянения, именно как противоположному состоянию физическому, соматическому такому опьянению. То есть, предпротивоположного состояния пьянству. Ведь пьянство, оно имеет тяжелейшие последствия как для самого пьющего, так и для окружающих, вот, для семьи. Об этом Священное Писание много тоже пишет. Вот. Не упивайте свино. В нем же есть блуд и в узком смысле, и в широком смысле. Вот. И, конечно, это помрачение ума. Вот. Это искажение всех свойств души. Вот. И это такая погибель, потому что пьяницы Царствие Божие не наследуют. Вот. Вот. Правда, так сказать, не нужно думать, что только их коснется эта участь. Там и здоречивые, там и чревоугодники. Так что там, это вот, есть над чем работать всем нам. Вот. А модель, модель, собственно говоря, одна, как выходить из этого состояния, от одержимости той или иной страсти. Надо понимать, что пьянство – это страсть, прежде всего. Это не просто болезнь психосоматическая, там, какая-нибудь или психическая, или наркологическая, хотя можно и так, и так смотреть на нее. Вот. Но с духовной точки зрения, с религиозной, мы должны понимать, что пьянство – это страсть, которая овладевает человеком. Помните, четвертая идет к бессодержимости, то есть одержимость страсти. А чем врачуется страсть? Разве психотропными средствами? Конечно, нет. Она врачуется таинствами, таинствами, молитвами. Страсть. Ну, какой врач будет лечить страсть? Он не может. Это не его компетенция. Вот. Но когда страсть развивается, то, конечно, начинает все страдать. Мы же ведь с вами не духи. Мы в теле. Значит, тело начинает тоже страдать. И тут-то вот нужны средства и медицинские. Тут-то и диета соответствующая, то есть и пост там необходим. Вот. Тут-то нужна и поддержка ближнего, и психологическая поддержка. Вот то, что мы с вами говорили – биопсихо-социо-духовный подход. Все необходимо. Все должно работать на исцеление человека. Вот. Есть несколько, едва понятия. Есть, можно говорить о выздоровлении, можно говорить об исцелении. Вот. Для нас очень важно, чтобы человек исцелился. исцелился. Потому что он… Что такое исцелиться? Он обретает целостность. Целостность. Целомудрие. Вот. И, собственно говоря, вот трезвое опьянение как раз и характеризует человека целомудренного. Вот. И давайте тогда уже, чтобы я вас не очень утомлял, перейдем уже непосредственно к этой теме. Ну, вот видите, поскольку я уже вам читаю этот доклад после того, как выступал в отделе внешнецерковных связей, у нас был семинар специальной такой конференции международной с участием различных представителей разных церквей. Вот. И это были богословы ведущие, специалисты. Вот. И я прочитал им этот… Вот. Сделал этот доклад для них. Поэтому, видите, здесь в самом начале эмблема Всемирной организации здравоохранения. Вот. Так что… Ну, с другой стороны, вам тоже это полезно знать. Вот. И я думаю, что это можно будет использовать в своих аргументах, когда вы с кем-то будете говорить и с кого-то захотите, если вас попросят об этом, убедить в том, как следует правильно относиться к психоактивным веществам и как можно избавиться от обладания этой страстью. Так вот, здоровье по определению Всемирной организации здравоохранения – это состояние полного физического, душевного и социального благополучия. Полного физического, душевного и социального благополучия. Заметим, в этой дефиниции используется понятие «благо». Обращу внимание, что это определение было дано еще в 1946 году. Вот как давно оно не менялось совершенно. Вот оно как было, так и осталось. Это определение. Значит, здесь используется понятие «благо». Для нас это важно. Со слов Христа Спасителя известно, что никто не благ, как только один Бог. Вместе с тем Господь призывает своих последователей уподобляться Богу, в Бога богатеть, говоря «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Примечательно, что в IV веке до Рождества Христова древний греческий философ и врач Аристотель Стагерид пришел к выводу, что конечной целью человека, а значит и человеческого общества в целом, поскольку человек как существо политическое не может существовать вне общества, является достижение жизни, подобной Богу. Подумать только, да? IV век до Рождества Христова. Аристотель, который и врачом был, и философом, он уже тогда понимал, что цель конечная человека какая, и общество в целом – уподобление Богу. Вот мы говорим «в Бога богатеть». То есть, видите, это прозрение истины очень важно, потому что все остальное суета-сует, все это мыльные пузыри, понимаете? А когда мы смотрим в лицо глаза смерти, тогда мы начинаем понимать, что это пустота, а что значимо, что для нас является ценностью подлинной. Стало быть, достижение полного благополучия, как для человека, так и для общества непосредственно, связано с обновлением и обогащением нашего менталитета, с духовно-нравственным совершенствованием. Обыденное, привычное, так называемое «нормальное» состояние сознания, особое состояние сознания, такие как сон, гипноз, медитация, интоксикация наркотиками, опьянение и т.п. не раскрывают всех возможностей человеческого потенциала. Обновление и обогащение менталитета означает признание мистических и религиозных форм сознания. Религиозный и мистический опыт – не пустые понятия. Многообразие описаний феноменов, кросс-культурность и историческая неизменность – первые веские причины считать описания мистических опытов правдоподобными, считает религиовед Миронова. То есть, этот мистический опыт транскультурален, то есть, он не имеет границ. И это доказывает его значимость. Это не просто какие-то субъективные чувства, это реально объективный опыт. Американский философ и психолог Уильям Джеймс в своей книге «Многообразие религиозного опыта» писал, «Наше нормальное или, как мы его называем, разумное сознание представляет лишь одну из форм сознания. Причем другие, совершенно от него отличные, сублиминальные формы существуют рядом с ним, отделенные от него лишь тонкой перегородкой. Мы можем совершить наш жизненный путь, даже не подозревая об их существовании. Но как только будет применен необходимый для их пробуждения стимул, они сразу оживут для нас, представляя готовые и определенные формы духовной жизни, которые, быть может, имеют где-нибудь свою область применения. Наше представление о мире не может быть законченным, если мы не примем во внимание и эти формы сознания». По Джеймсу религиозные состояния являются более высокими, чем мистические. В мистических состояниях люди в меру своих сил только соприкасаются с областью таинственного, тогда как в религиозных происходит слияние с божеством. Свидетельством такого единения могут быть слова апостола Павла. «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Это просто аллергическое свойство. Сухость такая. Я говорю об этих состояниях сознания не случайно. не случайно. Должно понимать, что это не просто, вот мы с вами, знаете, приобщились к некому такому мировоззрению, удобному нам. Вот так считают, и мы так с вами считаем. Мы так заняли, как информистскую позицию. Алексей Федорович Лосев говорил, что вера есть требование предельно развитого разума, монах Андроникон. Поэтому, когда мы соприкасаемся с подобного рода темами, мы должны прийти к убеждению в том, что это не некая система воззрений, основанная на наших исключительно только чувствах. нет. Это одновременно и познавательно познается нашим умом. Некоторые же к религии относятся как к опиуму, как это Маркс говорил. Опиум для народа. Это опять тематика наркологическая. И поэтому я вам привожу пример Уильяма Джеймса. Вот это его знаменитый труд многообразия религиозного опыта. Величайший психолог, который исследовал эти феномены, в том числе, конечно, мистическое сознание и религиозное. Обратите внимание, как он говорит, религиозные состояния являются более высокими, чем мистические. Потому что мистические, вы же знаете, есть разного рода оккультные знания, есть представления теософские и тому подобное. Они тоже мистические. Тоже мистические. Но они очень часто человека уводят от истинного богопознания. Поэтому здесь тоже важно различать. Какое отношение эти рассуждения у Уильяма Джеймса имеют к теме нашего доклада? Дело в том, что, окормляя страждущих душевными недугами, заботясь об их благе, нам нередко приходится сталкиваться с наличием у них аддиктивных расстройств. То есть, расстройств, связанных с пристрастием аддиктивных, наркологических расстройств. Это зависимостей так называемых. Так, в частности, согласно исследованию ученых-медиков, от 10 до 40% больных шизофрении обнаруживают пристрастие к алкоголю и наркотикам. Вот еще один момент важный. Клеймо сразу не надо ставить человеку, что он алкоголик. У него и может быть психическое расстройство. И поэтому он пристрастился к алкоголю. Надо тоже с этим разбираться. У человека глубочайшей депрессии, например, люди даже не замечают. Тем более, эти люди, как правило, с депрессией сторонятся людей. Они замыкаются, сидят дома, плачут. И все. А люди там веселятся, прыгают, петарды запускают. Понимаете как? А у человека оказывается серьезное расстройство. Ему нужно реально помогать. Да у него и этот алкоголизм отпадет сразу же. От 10 до 40 процентов огромное количество людей, страдающих психическими расстройствами, при этом могут иметь параллельно расстройства именно наркологического характера. То есть быть алкоголиками, пьяницами. С каких позиций должен смотреть на эту проблему душепопечитель? Подсказку мы находим у отца современной психологии. Алкогольное опьянение он не обязательно считал частью мистического сознания. Я опять говорю об Уильяме Джеймсе. Вот как дословно он об этом говорил. Власть алкоголя над людьми без сомнений объясняется его способности возбуждать к деятельности мистические свойства человеческой природы, обыкновению, подавляемые холодом и сухостью повседневной рассудочной жизни. Трезвый рассудок суживает, анализирует, говорит «нет». Опьянение расширяет, синтезирует, говорит «да». Оно поистине великий возбудитель чувств, говорящих «да». Оно переносит нас от холодной периферии вещей к их пылающему центру и на мгновение сливает сознание с самой истиной. Поэтому нельзя утверждать, что люди предаются опьянению только по слабости и порочности. Для бедных и лишенных образования людей опьянение заменяет собой симфонические концерты и литературу. Одно из трагических тайн жизни представляет то обстоятельство, что проблески высшей жизни, вызванные таким образом оплачиваются столь низменными проявлениями, неизбежно связанными с состоянием опьянения. Тем не менее, последнее представляет собой часть мистического сознания. И его нельзя упускать из виду, если мы хотим составить ясное представление о целом. Между тем, как говорил святитель Иоанн Златоуст, можно и не пивши вина быть пьяным, равно можно пить вино и быть трезвым. Оказывается, можно также находиться в состоянии духовного трезвого опьянения. Какова же его мистика? Размышляя над темой духовного опьянения, в мистике преподобного Симеона Нового Богослова, весьма близкой теме экстаза и мистической радости, преснопамятный архиепископ Василий Кривошеин, афонский подвижник и ученый Патролок пишет, что она знакома уже языческой поэзии и религиозной литературе греков, плотину и гностикам, у которых, по-видимому, ее заимствовал Филон, постоянно использующий эту тему в своем аллегорическом толковании Библии. Филону, вероятно, принадлежит знаменитый оксюмарон «Трезвое опьянение», столь живо воспринятое христианской патристикой. Ну, Владыка Василий, мне удалось раз в жизни даже и подяконствовать ему, величайший богослов, глубокий знаток древних языков, он в подлинниках читал исследования святых отцов, и он знал, о чем он говорил. Он здесь упоминает Филона. Филон – это иудейский философ, ну, собственно говоря, насколько он еврей по своему происхождению, жил в Александрии, жил в первом веке, то есть он знал, говорят, что он встречался с апостолом Петром, и говорят даже о его христианизации, Филона. Он действительно был выдающийся философ, он много занимался толкованием Священного Писания, у него есть две работы – о пьянстве и об опьянении. И вот он впервые там употребляет этот термин – трезвое опьянение. Видный представитель еврейско-греческой философии Филон Александрийский использовал оксиомарон, вот это понятие трезвое опьянение – это оксиомарон, в своем трактате о бегстве и обретении. От чего бегут, что и как обретают библейские беглецы – его основная тема, этого трактата. Свой комментарий автор начинает с истории бегства о Гаре от Сарры и нахождении ее ангелом Господнем у источника воды на дороге в Суру. По филону аналогично тому, как ангел Господень, а не человек, обретая тагарь возле источника, означающего премудрость Божию и жизнь, и вразумляет ее вернуться к госпоже своей и покориться ей, так и избранным, без усилий с их стороны, может быть неспослана с небес мудрость, которой они упиваются, оставаясь в трезвом уме. Вот мы сегодня как раз говорим о званых и избранных. Так вот видите-ка, избранным дается это состояние. Они упиваются этой мудростью, этим богопознанием, оставаясь в трезвом уме. У филона есть и специальное сочинение, я уже вам об этом сказал, об опьянении и о трезвости. Немецкий лингвист профессор Рихард Бруннер разбирает труд Ханса Леви «Трезвое опьянение». Надо сказать, что Ханс Леви – это первый исследователь в Германии, он еврей по происхождению, написал целую работу. Она называется «Трезвое опьянение. Исследование по истории древнего мистицизма». Опубликовал ее, это тема его диссертации, он филолог был. Опубликовал ее в 1929 году в Германии. На нее все ссылаются. Он сделал блестящий анализ не только древних философов, исследователей, но и отцов первых веков, отцов церкви. Он показывает, вот Рихард Брунер разбирает труд, это Ханса Леви, что в «Оксюмароне, Трезвое опьянение» филон нашел подходящее выражение для обозначения границы между мудростью и рациональностью. Это тоже очень важно понимать. Есть разум, а есть рассудок. С точки зрения рассудка, там все очень просто, как в арифметике. Когда ты что-то прибавляешь, складываешь, значит, увеличивается, отнимаешь, что-то уменьшается. А вот с точки зрения разума, может быть, по-другому. Ты отдаешь себя всецело ближнему, а оказывается, ты в Бога богатеешь. Ничего себе! А тебе прибавляется радость. А ты же себя отдаешь, ты поступаешь по разуму, по уму. «Унус» по-гречески. «Разум». Это очень важно различать. Поэтому есть разница между мудростью и рациональностью. Вот, говорят, человек рассудочный. Да, прагматист такой. Он у него выгоду всегда находит себе какую-то. Он не будет себя отдавать. Он будет остаться эгоистом. Потому что не хватает ему разумения. Разумения. Разум. «Разум». Филон это здорово подметил. Брунер как раз находит в этом исследовании Ханса Леви. И вот эту находку. В трактате «О трезвости» Филон различает рационализ софиста. Это человек, который, так сказать, занимается пустоговорением. Вот. Софист. У него все, так сказать, складывается. Он, может быть, очень красноречив. Вот. И, с другой стороны, он далек от мудрости истинного ученого. Мудрость и софистика – разные вещи. Брунер замечает. «Иллинистическая, греческая, значит, рациональность, по мнению Филона, не постигает тайны человеческой жизни. Она лишь средство от тупости, маскирующейся в религиозных оргиях и вакханалиях». Вы знаете, ну, ведь были мистерии, такие языческие, дионисийские мистерии. Там все сочеталось. Пьянство, разврат – это, как сказать, была норма. Вот поэтому это называется оргиями, вакханалиями. Все это было под прикрытием культа Диониса, бога виноградарства, и поэтому, так сказать, здесь вот автор упоминает об этих вакханалиях. Я немножечко просто пунктиром обозначаю некоторые вещи, потому что, может быть, кто-то не знаком с этим. Мудрость, основанная и закрепленная в аскетике, благодаря своему источнику и происхождению, представляет собой богу угодный образ жизни, способный привести к познанию истинно-божественного откровения и следованию заветом Божиим. Подлинный смысл разумности Филон видит в том, чтобы сделать Слово Божие, которое всегда присутствует в завуалированной условной форме в Писании, традиции и исторических событиях, слышимым и понятным. Посредством истории и Писаний Бог говорит с нами, но то, что Он говорит, должно быть расшифровано трезвым умом. Только в свете мудрости можно понять истину Писания и историю, записанную в ней. Таким образом, София, мудрость, является источником истины веры, заключает аналитик Рихард Броннер. Как тут не вспомнить слова монаха Андроника? Вера есть требование предельно развитого разума. Это из моих бесед с Алексеем Федоровичем. У меня работа еще вышла об Алексею Федоровичу в 1984 году. Впервые она была издана в Соединенных Штатах Америки. Начиная с Киприана Карфагенского, который в письме к Цицилию писал, «Чаша Господня так упоевает пьющих от нее, что делает их еще трезвее». Тема трезвого опьянения касались очень многие известные святые. В основном ими аллегорически и символически истолковывались библейские тексты об опьянении Ноя, о молитве Анны, матери пророка Самуила, о чаше, которая опьяняет, об упоении оттука Божьего, о вине, которая веселит сердце человека, о пире премудрости, об опьянении апостола в день Пятидесятницы, о тайной вечере, об упоении святым духом. Боговдохновенные души в описаниях святых отцов испытывают неизреченную радость, восторг, усладу, ликование, иступление, изумление, самозабвенный экстаз, разумное и трезвое опьянение, когда пребывают в созерцании единого. В благоговейном молитвенном единении с Богом, находясь в евхаристическом общении со Христом, упиваются Словом Божиим. Это такая радость, которая не омрачена никакой греховной грязью. Экстатическое состояние боголюбивых и смиренных христиан не само возбуждение, а дар святого духа – трезвое опьянение. Наиболее впечатляющий оксимарон «Трезвое опьянение» звучит в гимне святителя Амвросия Медиаланского. «Христос – наша еда, и питье – наша вера, напиток радости трезвого опьянения дух». Так, сейчас я хочу… Сейчас мы сделаем так… «Христос – наша еда, и питье – наша еда, и питье» «Христос – наша еда, и питье» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот вы сейчас прослушали этот гимн, реставрированный школой Григорианской в Милане. Там же вы знаете мощи Амросия Медиаланского. Ну, это величайший святой, конечно, вы все это знаете. Но тот гимн, который мы поем «Тебе Бога хвалим», он не принадлежит Амросии Медиаланскому. Вот. Но вот этот гимн, он, кстати говоря, и сейчас тоже был переведенный Свято-Тихоновским университетом. Там они издали уже пять томов вышло Амросия Медиаланского, в том числе и гимны его переведены. Этот гимн сияния славы Отчей доподлинно принадлежит самому святителю. И это его слова «Христос наша еда и питье наша вера, напиток радости трезвого опьянения дух». Кстати говоря, в латинской церкви у них есть даже молитва, такая средневековая молитва, где есть такие слова «Кровь Христа, опьяни меня». В четвертом слове преподобного Макария, по другим данным Симеона Месопотамского, споры идут до сих пор, что за личность, но поэтому приходится употреблять и наименование как самого преподобного Макария, так и Симеона Месопотамского, потому что они в одно время жили. Там идет тщательный анализ их трудов, и ученые до сих пор не определились. Так вот, в четвертом слове этого подвижника, в его диалоге с собеседником, вопрошающим о возможности человеку постоянно входить в состояние истинного, нерассеянного, самозабвенного молитвенного переживания. Подвижник отвечает, сравнивая молитву со светильником, ну, с лампадой, светильник. «Когда-то пламя более разгорается и возжигается, когда-то тише и слабее, и свет этот временами больше занимается и сияет, иногда умаляется и меркнет, хотя светильник всегда горит и светит. Когда же бывает очищен, боль испытывается опьянением божественной любви. Иной раз по домостроительству ослабевает тогда, хотя и соприсущий свет слабеет». Это, кстати, уже уточненный перевод Алексея Дунаева. Его отец, кстати, дружил с Алексеем Федоровичем Лосевым. «Богослов и патролог, доктор философии и богослов и митрополит Иларион Алфеев, всем вам известный, в своей монографии о преподобном Исааке Сирине подробно останавливается на рассмотрении темы духовного опьянения в мистическом богословии Великого Отца Церкви». Вот как говорит преподобный Исаак о действии молитвы на душу подвижника. «Хочешь ли ты украшать тело своё посредством утомительного стояния, или, быть может, ты хочешь сделать душу свою угодной Богу? Тогда произнеси лишь пять слов с пониманием, и будешь объят опьянением». Владыка Иларион в упоминании преподобного Отца о пяти словах усматривает Иисусову молитву, краткую, непрестанную и повторяемую молитву, состоящую в своём наиболее классической форме, из пяти слов «Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя». Евсений Памфил использует это выражение в своём комментарии на 9 стих 35-го псалма Давида. «Упиются от тука дома твоего, и потоком сладости твоей я напоишь и я». Дом Божий, он называет его церковью. «Под туком дома, разумеют душеполезные Богу, вдохновенные речения, которые вызывают разумное и трезвое опьянение». Вот этот тук – это самая ценная часть жертвы была, самая ценная. «Упиются от тука дома твоего». Поэтому святые отцы – это не только Евсений Памфил, я вам ещё назову аналогичные, говорит там в Росе Меделандский, Дидим Слепец. Вот это упоение, услада, от слышания Слова Божьего, от проникновения в его суть, с его содержания, когда оно вливается в твою душу, и ты им живёшь. И, как мы знаем, Божья Матерь слагала в сердце своём. Слагала. Это так важно. Важно жить этим Словом Божиим, насыщаться им, упиваться им. Тогда всё остальное отпадает, блекнет, меркнет. А святитель Амбросий Меделандский об обилии Дома Божьего говорит, что оно изобилие благодати. А потоком услады называет Святой Дух. Аналогично толкует этот же стих представитель Александрийской богословской христианской школы, писатель Дидим Слепец, говоря о Доме Божьем, как о Церкви, изобилующей церковным учением, содержание которого может привести к трезвому опьянению. Я привожу здесь, видите, греческие термины, слова, потому что это же ведь, это не моё, это цитата. И надо понять, что трезвое опьянение здесь чётко совершенно переводится. Перевод не двусмысленный какой-нибудь, это не фантазия переводчика. Святитель Иоанн Златоуст говорил о том же истинном опьянении, цитируя слова апостола Павла Кефесиным. Не упивайтесь вином, в нём же есть блуд, но исполняйтесь духом. Вот прекрасное опьянение. Насыщай душу свою духом, чтобы не насыщать её пьянством. Наперёд займи этим свою душу, как чашу, чтобы дьявол уже не мог вложить в неё ничего. Нужно не просто причащаться духу, но исполняться духом. Псалмами, гимнами и песнями духовными, которыми вы исполнились сегодня, так он говорил на проповеди своим возлюбленным прихожанам на Пасху в 395 году. Здесь следует отметить, что алкогольное опьянение вселенский учитель определяет, как неестественное иступление души, извращение помыслов, недостаток рассуждения, отсутствие соображения и добавляет, а это происходит не от одного опьянения вином, но и от опьянения гневом и непристойной похотью. И далее по тексту, никто упивающийся вином не может жаждать божественных изречений. О, как страшно! То есть, представляете себе, если я напиваюсь, то божественное учение уже я не способен воспринимать. Вот почему на таких стадиях, запущенных уже стадиях алкоголизма, алкоголики очень часто выбрасывают иконы, богохульством занимаются, у них возникает уже ненависть к этому. Представляете, вот это уже серьезное такое поморочение ума. Какие тут божественные изречения? Богохульство из уст их уже исходит. Преподобный Никодим Святогорец, замечательный святой, вот он нам дал добротолюбие, дорогие братья и сестры, это ему мы бы обязаны. Перевел преподобный Паисий Величковский его предисловие на славянский язык. И сравнивая чтение сей книги, добротолюбие, с духовным пиром, где он предлагает православным людям упиться пьянством воистину трезвым. То есть, те, кто насыщается этими словесами божественными, читая добротолюбие, он упивается пьянством воистину трезвым. Этих слов вы сейчас не найдете в современных изданиях, потому что они переписывают одни из года в год. Это удалось мне найти в архивах. Там один переводчик-исследователь трудности перевода исследовал, как трудно переводить какие-то вещи, и нашел в древних источниках как раз перевод Паисия Величковского, преподобный, великий святой. И там как раз приводится параллельно текст самого Никодима Святогорца, которого перевел Паисий Величковский, и последующих предисловий, где опущены эти вещи. Вот кто-то читал, наверное, пишет там «Упиваться пьянством воистину трезвым». Может быть, его это как-то смутило, он взял это и выбросил. Вот такое бывает, к сожалению. Такая нечистоплотность в переводах. На рубеже первого и второго тысячелетия к описанию свойств божественного опьянения, исходя из личного мистического опыта, обратился преподобный Симеон Новый Богослов в своем 23-м огласительном слове о покаянии и страхе Божием. Чтобы исцелеть от смертельной болезни, каким является грех, нужно прежде всего его осознать. Страх Божий производит это действие. Обратиться к Богу и умолять Его о своем спасении. Бог всегда отвечает на наш призыв, чудесно вмешивается и спасает, таща нас за волосы, и награждает своими дарами, плодами покаяния, миром, бесстрастием и экстатической радостью, уподобляемой духовному опьянению, видением света или солнца. Так говорит и живосвятых отец наш Симеон. К великому сожалению, люди часто подменяют свое врожденное стремление к благодатному, трезвому опьянению любовью Божьей и радостью взаимного общения в Боге, опьянением греховным, страстным, приводящим к погибели души. Человек вновь становится преднравственным, судьбоносным выбором. Сквозь века продолжает звучать голос Божий, и жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глаз Его и прилеплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих. Спасая человека, избравшего жизнь от рабства греху, Господь наш Иисус Христос предлагает нам в Таинстве Евхаристии приобщаться под видом хлеба и вина истинного тела и истинной крови Его, избавляющих нас от семени тли и питающих в блаженную жизнь вечную. Слова Господа, сказанные апостолом, «Да едите и пьете за трапезою моею в царстве моем» по толкованию святых отцов означает любовь, как пищу и питье, хлеб и вино, которых вкушают любящие Бога во царстве Его. Вот вино, которое веселит сердце человека. Блажен, кто испил этого вина. Испили его невоздержанные и устыдились. Испили грешники и оставили путь преткновений. Испили пьяницы и стали постниками. Испили богатые и возжелали нищеты. Испили убогие и обогатились надеждой. Испили больные и стали здоровыми. Испили невежды и умудрились. Цитирует в этой связи преподобного Исаака Сирина митрополит Иларион Алфеев в своей работе о нем. Таким образом, святые отцы показывают нам, что покаяние, мольба о спасении, молитвенные делания, постижение Слова Божьего, вкушение таинственной снеди тела и крови Иисуса Христа, стяжание Духа Святаго Божьего и пребывание в нем приводит к всеобъемлющей радости, уподобляемой подвижниками благочестия к духовному, разумному, трезвому опьянению и, наконец, к вожделенному обожению. Сравним состояние опьянения, вызванное пристрастием к алкоголю, наркотикам, другим психоактивным веществам и психоактивным действиям, гневом, непристойной похотью и подобными им зависимостями, с упоением, любовью к Богу. Оба вида опьянения вызывают эйфорию, помогают отвлечься от житейских попечений, дают ощущение преодоления собственных границ. Разница состоит в том, что опьянение от пристрастий приводит к потере самоконтроля, помрачению ума, неадекватности восприятия, потере памяти, расстройству здоровья и личности, порабощают, нарушают межличностные отношения, вызывают беспокойство, чувство стыда, греховности и вины. А духовное опьянение, наоборот, просветляет ум, делает человека трезвым, целомудренным, благонадежным, ответственным, освобождает от печали и чувства вины, животворит, помогает ему превзойти самого себя, укрепляет в вере, одухотворяет, вселяет надежду на спасение, оставляет неизгладимое, благодатное ощущение, отрады и утешения. Итак, будем же, честные отцы, братья и сестры, упиваться трезвым упоением, а от хмельного воздерживаться. Аминь.